Санскреевское слово сарва, оно обозначает всё, что существует, всё, что есть, сарва. И оно состоит из трёх корней – са, ра и ва. Са – это акустический корень сатвагуны, и это акустический корень существования. То есть когда что-то существует – это са. Ра – это акустический корень энергии, то есть это то, что приводит все вещи в движение. И ва – это акустический корень характеристики определённой. То есть у всего есть характеристика. И от того, что я существую, и ты существуешь, и ты существуешь, и ты существуешь, и ты существуешь. Я действую, и ты действуешь, и ты действуешь, и ты действуешь. Но мы действуем и мы проявляем себя согласно своей специфической уникальной характеристике. Это ва. И во Вселенной бескрайнее количество вот этих уникальных характеристик. И вот слово сарва, оно обозначает всё, что есть в этом мире. То есть всё существует, всё свершает какое-то действие, всё движется, прибывает в движение, и всё имеет, обладает определенной характеристикой. И сейчас вот мы читали свадхиа, где нет ничего незначительного. Абсолютно всё имеет значимость. Даже если маленький муравей умрёт преждевременной смертью, это нарушит баланс всего космоса. То есть когда мы действуем согласно своим характеристикам, было слово какое? Самбхути. Самбхути слово упоминалось. Самбхути означает что-то сотворённое в материальном мире и что-то сотворённое с специфической целью. То есть и фактически любое существо, любое проявление, любой атом, любая молекула, любой электрон и так далее это в Самбхути Бога. То есть нечто сотворённое с совершенно особой специфической целью, совершенно особой специфической миссией. То есть у любого существа есть особая специфическая миссия. Если он действует согласно своей характеристике, он выполняет совершенно уникальную, неповторимую и очень важную, нужную роль в этой вселенной. Вот это вот суть слова самбхути. И мы являемся в самбхути Бога. Ты самбхути, ты самбхути, я самбхути, все самбхути. Теперь человек, как вид, это тоже самбхути. То есть у нас для того, чтобы наилучшим образом объект, то есть как бы он существовал в гармонии в этом мире, чтобы он сам развивался и процветал, каждый из этих объектов, нам необходимо следовать внутренним характеристикам этого объекта. Вот эти внутренние характеристики называются дхармы, разные дхармы. То есть то, что поддерживает существование объекта, то, что делает его таким, как он есть. Вот эти вот дхармы. То есть для того, чтобы нам вырастить успешно морковку, нам необходимо изучать её дхарму. То есть если мы не будем знать дхарму морковки, она не сможет процветать, эта морковка. Она не сможет вырасти большой. Правильно? Но процветать она... Процветает же, да? На второй, третий год. Но, допустим, тебе нужно знать, что морковка любит песочную почву. То есть тебе нужно её садить в песке. На каком расстоянии друг от друга садить? Много-мало-настояние. Каким удавлением её поливать и так далее. Это всё разные характеристики морковки и дхармы. И когда ты идеально попадаешь в характеристики морковки, то есть ты в состоянии следовать дхарме этой морковки, она у тебя растёт вот такая, большая. Точно так же и человек. У него есть свои характеристики. У него есть много характеристик у человека. У него есть характеристики тела. Внутри тела каждый атом следует характеристике, которые соответствуют атомам. Молекулам, белки, аминокислоты — все обладают своими характеристиками. Поэтому, изучая природу тела, мы можем достичь процветания этого тела. Но человек — это не тело. На животном уровне достаточно просто изучать природу тела. Но человек больше — это ум и ещё больше он — душа. То есть отличаясь от всех остальных существ, ни в ком сознание не проявлено настолько ясно, как это проявлено в человеке. То есть в человеке сознание проявлено... Баба говорит, что он говорит... Отражение космического сознания в человеке — оно 100%. То есть индивидуальная душа человека или дживатма — она идеальная, совершенная. То есть она завершённая, эта дживатма. Если взять дживатму или индивидуальную душу одуванчика, или мухи, или комара, или коровы... То есть это как стекло, да? Есть матовое стекло. Ты видишь какой-то свет там, но ты не можешь ясно различить образы за этим стеклом. Точно так же и индивидуальное сознание животного в какой-то свет присутствует, но мы не можем видеть в нём чёткое и ясное отражение Бога. В то время как в человеке мы можем видеть стопроцентное отражение Бога. Потому что это сама характеристика нашей души. Человеческая душа отличается от любой животной души тем, что в ней вот это космическое сознание идеально проявлено. Поэтому и говорится, как в Библии говорится, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Это значит, что наш микрокосм, он сто процентов соответствует макрокосму. То есть наша душа, она ничем не отличается от космической души. Это то же самое, это одно и то же. Теперь будучи наделённым вот таким вот даром, душой, которая соответствует космической душе, таким потенциалом, у нас есть особая ответственность, и у нас есть особая дхарма. И если эту дхарму не культивировать, то есть вот эту характеристику не культивировать, то человек чахнет, он не может быть счастливым. По этой причине... И чем больше развивается наша душа, тем больше тебе требуется для достижения счастья. То есть если ты только-только вышел из животного мира, только-только эволюционировал из животного мира, вчера ты был коровой или обезьяной, и сегодня ты родился в человеческом теле, ты сегодня человеческий ребёнок, то твои потребности очень-очень маленькие. То есть тебе все потребности сводятся к тому, чтобы поесть, поспать, быть в безопасности, продолжить свой род. Всё, у тебя больше никаких потребностей нет. И у тебя это есть, и этим ты счастлив. И это вот называется простое житейское счастье. Простое житейское счастье. Эволюция постоянно идёт, и человек развивается, 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 в какой-то момент у неё происходит вот это вот чувство неудовлетворённости внутри. Чувство неудовлетворённости о чём говорит? О том, что это развитая душа. То есть когда человек несчастлив, это о чём говорит? О том, что это развитая душа. Парадокс? Парадокс. То есть он несчастлив, это говорит о том, что его потребности не осуществлены. Если он несчастлив просто от того, что он голоден, ну ладно, это не обязательно развитая душа. Но если он сыт, одет, обут, всё у него нормально, квартира, машина, семья и там, ну всё вот это вот, что соответствует, какая там мечта была, европейская, американская, какая была бы мечта. И он по-прежнему несчастлив. Это говорит о том, что мы имеем дело с развитой душой. Теперь эту душу нельзя удовлетворить ничем мерзким. То есть бесполезно ему. Может какое-то временное удовлетворение быть, он пошёл на дискотеку и в трансе забылся. Но приходя из дискотеки, утром просыпаюсь, он думает, что-то я не очень счастлив. Да, это говорит о том, что мы имеем дело с развитой душой. Вот такого человека, теперь для него одно спасение есть – научиться удовлетворять свои духовные потребности. У него нет другого спасения. Пробовать там то и сё материальные вещи, вещества и так далее – это не спасение для этого человека. Для него одно спасение – идти внутрь и открыть свою божественную природу. Вот это вот дхарма. То есть главная дхарма человека – это его способность чувствовать присутствие Бога в своей жизни. То есть чувствовать вот эта душа у нас, которая на сто процентов божественна, познать эту душу и таким образом познать Бога – это его главная характеристика. У нас четыре свойства есть вот в этой дхарме, в этой главной характеристике. Первое – это свойство развития, то, что нужно всегда развиваться и расширяться. Когда ты чувствуешь, развитие идёт. То есть сегодня я лучше, чем вчера. Ну как вот мы чувствуем? То есть мы чувствуем, у нас как постоянно ремонт в доме происходит. Да, то есть ты живёшь... Как вот ты, если ремонт делаешь в доме, чтобы... Ну и жил, жил. И вдруг раз вот ремонт захотел. То есть у тебя... Ты понимаешь, что по-прежнему ты жить не хочешь. Тебе нужно ремонт сделать. Правильно? И ты можешь на год отложить, на два отложить, на три отложить. Но в конце концов наступает время, когда надо ремонт делать. А то и вообще перестройку делать. То есть сносить старый дом и новый дом ставить. Бывает так вот, подпирает всё больше. Надоело, не могу. Теперь, когда состояние ремонта происходит, это состояние дискомфортное. Вы были когда ремонт у нас делали? То есть думал, тут инструменты лежат, там стремянка стоит, тут вообще мусор насыпан и так далее. Это дискомфортное состояние. И мы делаем ремонт, и раз, у нас происходит. Жилплощадь расширяется, там какие-то вещи появляются. То есть нас устраивает теперь по-новому. И мы живём в состоянии ремонта постоянного. То есть мы сносим своё старое мировоззрение, мы сносим свои старые какие-то заблуждения. И от этого дискомфортно. То есть мозг не приспособлен к твоему новому вот этому широкому состоянию ума. И ты чувствуешь дискомфорт, тебе не обязательно приятно двигаться по духовному пути. Но внутри зато есть какое-то вот это вот особенное удовлетворение, что да, я чувствую. Сегодня я не такой, как вчера. Сегодня что-то изменилось, какое-то расширение произошло. Вот это вот удовлетворение происходит от свойства то, что называется вистара или расширения. То есть когда мы находимся на пути развития, может быть, ум сопротивляется и кричит, и хочет сбежать из вот этого процесса развития. Но внутри, в твоей душе, ты чувствуешь, да, это правильно, это правильно, это правильно. Когда вот я новые уроки даю людям, они просят уроки, а потом жалеют об этом. Ум жалеет, душа не жалеет. То есть душа говорит, да, это правильно. Одному парню дал последний урок медитации. И он говорит, что? Я говорю, как ты чувствуешь? Он говорит, да, да, ну всё круто. Но я, говорит, вообще сейчас не знаю, что со мной происходит. Я сейчас могу просто соскочить и убежать в лес. То есть ум находится в состоянии дискомфорта, перестройка происходит. Но глубинные пласты ума знают, что это правильно, и есть удовлетворение, есть ликование внутри. Это вистара первая характеристика. Вторая характеристика – раса, гармония. Нам гармония с... Когда ты делаешь вистару, когда расширяются твои волны ума, тогда твоя волна ума находит параллелизм с божественной волной. То есть в космосе есть глубокие волны. В этой реальности есть грубые волны, которые мы воспринимаем. То есть я смотрю, вижу гитару, вижу цветок, вижу это тело, это тело... Это грубые волны, а есть тонкие волны. И вот тонкие волны... Вот вышел я на улицу, вчера вышел на улицу, и ничего не могу своего поделать. Я испытываю счастье. Я воспринимаю это счастье, которое везде разлито вокруг. И вот как это сказать? То есть тебе просто пронимают этим счастьем. Это значит, что ум произошла настройка на тонкие волны, которые всегда присутствуют в пространстве. Где-то больше, где-то меньше. Где-то они больше забиты вот этим вот колебаниями. Допустим, в город, когда выезжаешь... Мы приехали в город. Там вот эти колебания очень грубые. Волны очень грубые, которые излучаются всем. Машинами движущимися, магазинами, торговыми центрами, людьми, которые думают о том, что надо как бы от зарплаты до зарплаты протянуть и так далее. То есть это всё кругом вот эти вот грубые волны. Или ещё хуже, там что-то люди думают. Эти грубые волны, они глушат. Тебе сложнее немножечко рассмотреть тонкую волну. Но если ты настроен, ты настроился и ты настраиваешься, ты расширяешь свой ум при помощи инструментов, которые тебе даны при помощи медитации, ты по-прежнему ловишь вот эту волну счастья, космическую волну. И ты влюбляешься в эту космическую волну. То есть между тобой и высшим существом, между тобой и Богом устанавливается вот это взаимоотношение притяжения и любви. Это называется раса. И вот плыть вот в этой расе, то есть как бы танцевать в космическом ритме, чувствовать вдохновение, чувствовать то, что я прям вот вообще вот на своём месте нахожусь. И вот гармония, попадание в этот ритм, как бы вписываться, чувствовать себя частью одного вот всего, неотъемлемой частью, незаменимой, как вот этот самхути, муравей. Он на своём месте находится. И я на своём месте нахожусь. Вот это называется раса. Это тоже человеческая характеристика. То есть почему я говорю про эти человеческие характеристики? Потому что то же самое, что с морковкой. Если её не поливать, её характеристика — пить воду. Если она растёт в какой-нибудь глине или в камне, она не может расти. Ей нужно в песочке растить, чтобы вода была, и определённые минералы, и минеральные удобрения, какие-то земли будут. И точно также и моя характеристика, как человека, она в том, чтобы расширяться, в том, чтобы чувствовать вот это вот себя на своём месте. Поэтому нужно всегда найти место своё. Теперь эго, оно... Когда ты находишь своё место, эго говорит, нет, это не моё место. Моё место вон там, и там, и там, на дискотеке ещё где-нибудь. Но это просто ты настроен на те волны. А твоя характеристика как человека, как божественного существа — быть в том месте, где Бог захочет, чтобы ты был, высшее сознание. И чувствовать его волю, чувствовать вот это вот движение. И тогда, когда ум настроился на эту волну, ты действительно чувствуешь по-настоящему себя на своём месте. Вот это называется раса. Очень-очень важный элемент. Потом третье — это сева. Сева значит служение. Когда дерево растёт, оно растёт, 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 в какой-то момент оно должно дать плод. И оно не может не дать плод. Если оно не даст плод, оно не будет счастливо. То есть это идёт даже на уровне клетки. В какой-то момент клетка должна делиться, в какой-то момент дерево должно дать плод. Так же и душа человека. В какой-то момент она должна плодоносить, она должна принести фрукт. Это творческий вклад в жизнь. Сделать что-то бескорыстное, отдать что-то этому миру. Это вот называется сева. Не отдавая этого, опять человек не будет счастлив. То есть в какой-то момент я вчера разговаривал с другом, и я говорил, ты знаешь, мне сейчас такой период, может быть такой возраст у меня, когда меня не устраивает просто вот эти вот духовные тусовки, когда мы собрались, попели, поговорили, именно поговорили о том, как надо служить, о том, как вообще хорошо, философия и так далее. Сейчас видимо у меня такой возраст, когда мне хочется какой-то конкретный след оставить в этом мире. И эта потребность, именно душевная потребность, Дух хочет что-то отдать. И эта потребность, она вызревает постепенно. Нужно стараться начинать её реализовывать ещё пока ты молодой и даже, может быть, ты не знаешь. Надо начинать пробовать вкус вот этого служения, делать что-то, стараться делать от чистого сердца, бескорыстно и находить. И в какой-то момент вот эта вот способность к действию, она будет расти-расти и она кульминирует в какое-то что-то очень прекрасное. Я верю, что через 20 лет, через 30 лет моя способность к служению будет больше. И в какой-то момент действительно я смогу отдать что-то такое, что действительно заложено в потенциале моего духа, очень-очень мощное. Я что-то такое сделаю, что будет... Я не знаю, заметят это люди или нет, это не так важно, но это однозначно заметит высшее Сознание. То есть во Вселенной какая-то вот эта уникальная роль, которая уже заложена в моей уникальной характеристике, в моей дхарме, потому что я был сотворён с определённой миссией. И эта миссия внутри меня, она набухает. За счёт культивации вистары, то есть я расширяю свою... За счёт культивации вот этой вот гармонии с ним, любви, теперь вот эта миссия набухает, как моё служение. Я стараюсь что-то делать, я не думаю, что я сейчас сто процентов вот этот вот самый главный дар своей жизни проявляю. Ну что-то я делаю, пытаюсь, пытаюсь там, 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 ищу эту деятельную способность. И в конечном счёте вот это вот... То, что уже сидит внутри моей души, оно будет проявлено, оно будет отдано. И это будет как экстатическое чувство яблони, когда яблоко срывает. Да, я жил не зря. Вот это вот очень важная вещь. И в конечном счёте, когда ты отдал своё всё этому миру, то есть ты жил, как вот сказал Рабин Ренат Тагор, а ты рождаешься, и что? Мир смеётся, а ты плачешь. Либо Тагор, либо Кабирский, они меня путают. Нужно так прожить, чтобы когда ты уходил, весь мир плакал, а ты смеялся. Вот это вот чувство, что всё, что я мог, вот всё, что было внутри заложено, Богом внутри меня, и со всей своей любви я это отдал. Мне нечего теперь держать, нечего терять. В этот момент наступает последнее – Тацтхити. Тацтхити – значит состояние единства с Богом. Это четвёртая характеристика. Опять же, не культививая эту четвёртую характеристику, человек не может быть счастлив в 100%. Потому что это наша главная природа, это свойство нашей души, она идентична к космической душе. И прийти к вот этому единству, когда нет разницы между индивидуальной душой и высшей душой – это четвёртая характеристика человека, четвёртая характеристика всяческой дхармы. Мы родились, чтобы процветать. То есть родились в таком теле человеческом. Это совершенно уникальная ситуация. Сколько родилось вон? Посмотрите кругом. Комары, мухи и черви, и собаки, и кошки. Посмотрите вон на нашего котёнка. В каком он теле родился? В каком родился – в таком живёт. И мы родились в человеческом теле. То есть у нас есть... Да, мы прошли процесс эволюции, но это ещё и удача, это ещё и особенное благословение, что ты родился в теле человека. И вот это тело человека, вот этот ум человека, он обладает этими характеристиками. Чтобы быть счастливым как человек, тебе недостаточно есть, спать, развлекаться, ездить куда-то, смотреть мир. Нет, этого недостаточно. Тебе всегда вот это вот... И почему, люди? Ты смотришь знаменитости. Как этот, кто-то один из знаменитостей сказал? Он говорит, после того, как я побывал в Африке, там пообщался с людьми, я решительно отказываюсь обсуждать проблемы, о которых говорят люди моего круга. Актёр, как это, голливудский. Я решительно отказываюсь, потому что это, говорит, такая вообще, такие мелочи. Но, тем не менее, люди, наделённые известностью, деньгами и так далее, постоянная депрессия, ходячая депрессия, комики и то депрессия. Они всех людей смешат, но они находятся в постоянной депрессии, вдохновения этого нет. По той причине, что не может морковка вырасти, если ты её посадишь в каменную плиту. Она не может быть счастлива в этом состоянии. Точно так же и человек не может быть счастлив, если он культивирует побочную дхарму свою, то есть есть, пить, развлекаться и так далее. И он не культивирует свою основную дхарму. Поэтому мудрый тот человек, который с самого детства, с пяти лет, с трёх лет, он начинает уже культивировать свою основную дхарму. То есть нужно делать. И вот вся духовная практика — это, в общем-то... Что это такое? Вся духовная практика — это кодекс вот таких вот подкручиваний, настроек, которые позволяют тебе начать жить максимально естественно для твоего духа жизни. Вот и душа становится счастливой. Ум не обязательно будет за. Он говорит, да... Но в душе вот это вот счастье постепенно набухает. Так что это вот сегодняшнее послание Прадхармы намаскар.